еще ладно а сейчас хорошо и нас не его не вижу еще сегодня воскресенье у нас краткое будет до чтения псалтири молитву боже милости в будем и грешим создавали господи помилуй меня вечно славе согрешил господи прости меня грешен помилуй достойно и всякого истину вложить эти богородицы пресвобоженную пренепорочную матерь бога нашего счастнейших и ровим и славнейшего истину серафим безысление бога слова родишься и сущие богородицы обещаем слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскрес и измертым господи иисусе христе сыне божий молитва ради причистой твоей о матери силы честного же натворящего креста святых ангелов наших хранителей всех ради святых помилуй спаси на всяко благе и человека любишь аминь боже милости будь мне грешному создавыми господи помилуй меня бесчислая согрешил господи прости меня грешного и помилуй за молитвы святых отец наших господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь царю небесный утешителю души истины и живи здесь и и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прииди и вселись овны и очистены от всякие скверные спаси блажи души наши святые божии святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божии святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божии святые крепкие святые бессмертные помилуй popped make digits слава отцу и сыну и святому духу и мир ей присна его веки веков аминь крест святая троица помилуй нас господи очисти грехи наших владыка прости беззаконие наше святые посети и исцели немощи наше имени твоего ради господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сыну и святому духу ныне и пресны и во веки веков аминь отче наш и жизнь и на небесе да святится имя твое да приидет царствие твое да будет воля яку на небесе и на земли хлеб наш насущен дашь нам днись и остави нам долги наши якожей мы оставляем блажняком нашим и не веди нас в искушение но избави нас от лука богом ибо твое есть царство силы и слава во веки аминь уставши от сна припадаем тебе блажь ангельскую песню пьемте сильный свят 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 если боже богородицы помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу отодрая сна воздвигну если господи ум и просвети и сердце с небо и отверзивая ежи и печень и святая троица свят 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 если боже богородицы помилуй нас и ныне и пресна и во веки веков аминь внезапно судья приидет и к его же деяния обнажаться но страхом зовем полунощи себя свят свят святости божия богородицы помилуй нас господи помилуй господи помилуй господи помилуй основа ста благодарю тебя всесвятая троица ко многере твоя благость и долго терпение не прогнелся на меня ленивый и грешен и погубил меня с обеззаконием моими но человека любствовал исти обычно и в ничьяне лежащего воздвиг мне исти твое же утреньте славословите державу твою ныне владыка просвети мои очи мысленные отверзи мои устав получайте со словесем твоим и разумете заповеди твоя и творите волю твою и петите об исповедании сердечнем и воспевайте все святое имя твоя отца и сына и святаго духа ныне и прислыва веки веков аминь приидите поклонимся цареве нашему богу приидите поклонимся христу цареве и богу нашему приидите поклонимся и припадем к самому господу иисусу христу цареве и богу нашему Молите Бога о нас, святые угодники Божие, Игнатия Владимировна, мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою, благословен ты в женах и благословен плод чрева твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Боже, непобедимая божественная сила щаснага, житворящего Креста Господень, ослави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дару Твое, сохраняя крестом твоим жительством. Спасибо, Господи, и помилуй от самого духовного родителей, сродника, благодетеля митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антоний, Священария, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засиму, Олипия, Андрея, Дьяханова, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, священника Владимира, Максима, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора и весь священнический и иноческий чин и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам, да еще священника, если угодно тебе, смири власть и воинство их, на виде страх твоей на них и через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана и сохрани их от покушения на них и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет и научи нас ценить мирное время и приготовь землю себе к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй нас Спаси, Господи, и помилуй Место сие селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Сынефима, Алексея, Иосифа Романа, Никита и выседобрых жителей знающих Тебя, любящих уставы твои и сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью Игоря, Марину, Никиту Чадых, Виктор, Сергея, Севастяна, Людмила, Нина, Ликкина и расширь пределы наших общих найденовые души побуди всех на благовестие Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадых, Валентину Алексея, Валентина Валентину, Надежду Дмитрия, 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 Олега, Алексея Спаси, Господи и помилуй Михаила, Нину Юрия, Анна, Георгия Спаси и помилуй, Господи Дмитрия, Марина Чадых, в такой дали находящихся Возри на угрозу врагов и запрети им творить пакости и в судный день и поменяем их безумие и закруй их лживые уста не дай им желаемого во вредительстве и благослови благодетелей наши Елену Евгению 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 Наталью Максиму Владимирову Посети болящих облегчить страдания прострим твою глистницу пошли исцеление Сергея Алексея Алексея Александра Александра Анну Фаину Игоря Нину Акелину Калерию Василия Тамару Игорь Валентину Марию Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Благодарю Тебя Господи за здоровье и за болезни за друзей и врагов за все Тебе слава Дина милость Твоя к любящим Тебе Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Путешествующих Раисы Рева Отступников Николая Михаила Игоря Родство Наши Едоки Валентина Ирина Татьяна И от пьянства избавив Павла Михаила Андрея Владимира Александра Игоря Упокой Господи в обителях Небесных усопших Сверхи Надежды На воскресенье Жизнь Вечно Отошедшая Жизнь Ибо Нече Человека Тот живя на земле Не согрешил Слава Святых Ангел Завидов Исайя Аллилуйя Сверх Антоний Самарин 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 И 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 Наши Наши Молитвы и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай, и да слышит раб Твой. Аминь. Все, доброе утро. Мы сейчас будем события дня озвучивать, поэтому кто желает останется, а я тут выключу, а потом подключу, когда Володя тут все сделает. Да, о молитве еще тут надо было сегодня вступление сделать в конце. Да, это я сейчас сделаю тогда. Так, молитва. Да, вот у нас выключилась сразу-то, и поэтому я пропустил. Продолжение. Познав, что иначе не могу овладеть ею мудростью, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать чей этот дар, я обратился к Господу и молился Ему и говорил от всего сердца моего. Премудрец Соломона 8.21. Молитвы за самоубийц нет. Исключение делается только для того несчастного, кто в момент тот был не в своем уме. Правило Тимофея 14. Как образец всесторонней молитвы изо всех и по всем случаям указан в третьей книге Ездры, седьмая глава, это по Брюссельскому изданию. Нераскаянных грешников Бог не слушает. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9.31. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Плач Иеремии 3.8.44. Высшая молитва словословие, а низшее прошение. Между ними благодарение. Исайя 6. Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который и сии был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Откровение 11.17. Крыльями молитвы являются пост и милостыня. Деяние 10.10. Темная бесовская сила трепещет перед молитвой и постом. Сей род же изгоняется только молитвой и постом. Матфея 17.21. И вот что сатана измыслил? В монастырях Ава один другой. Ему надо, чтобы те, которые перед ним беспрекословно подчинялись, любую глупость он скажет. Вот палочку сухую воткнул, хворостинку, поливай. И он три года поливает. А за водой ходить километра три. А он в окошечко наблюдает. И он видит, что сухая хворостинка-то, она никак, ни корня, ничего нет. Подходит через три года. Ну как? Не знаю, Ава. Он потихоньку сделал натугу, такой будто бы таскать. Нет ничего. Ну ладно, теперь другое послушание. Вон тот камень большой. Видишь? А камень? Тонн 250. Кате его сюда. Ну он потеет. И как? Да перед другим хвалится этим. Никак. И поэтому выдумали послушание дороже поста и молитвы. Я говорил проповедь как-то в Грузии, в Тбилиси. Но монахам-то сильно это не нравится. Я говорю, это сатана придумал. Главное оружие выбить. Ну представьте, данное оружие защищаться. Нет, важнее ты меня слушайся. А оружие это брось. А говорит ни о чем. Но говорит все, чтобы отступал ты и не боролся. Дороже поста и молитвы. А Слово Божие говорит. Нет ничего. Рот всей изгоняется только постом и молитвой. Матфея 17, 21. Молитва да будет непрестанной. Бодрость эти молитвы. 1 Петра 4, 7. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Евангелие от Луки 2, 37. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Деяние 6, 4. То есть молиться и проповедовать. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. 1 Тимопеев, 2 глава, 1-5 стихи. Необходимо, чтобы мы молились не только заученными, заранее написанными молитвами, но и свои желания открывали перед Богом. Филиппийцам 4, 6. На молитве христиане по возможности стояли лицом к востоку. Лука 1, 78. Правило Василия Великого, 91 правило. Как желание вернуться в потерянный на востоке рай. Христос всю ночь пребывал в молитве. Лука 6, 12. Как принято доселе во многих монастырях с неусыпающей псалтырью. И когда молился, мы считаем, Давид, Даниил, то открывал окно в сторону Иерусалима. И мусульмы, они молятся обязательно в сторону Мекки или Медины. У них нет икон. Заходишь, и стоит стойка, и на ней такая эбонитовая черная рука, как-то непривычно, даже страшно. И показывает, куда молиться. Будьте постоянны в молитве, бодростая в ней, с благодарением. Колостинам 4, 2. Входящие на богослужение в церковь, да не выходят до конца. То есть, вовремя надо прийти и вовремя уходить, как молиться. Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца. Как бещение в церкви производящих, а отлучать подобает от общения церковного. То есть, совершенно не церковные люди, их не причащать, ничего нет. До сегодня это правило-то включить в церкви, то никого не останется. Почему они на нас так буйствуют-то, попы? Апостольское девятое правило и Антиохийского собора второе правило. У нас это записано в правилах поведения. Ни один не уходит. Апостол Павел настаивает, чтобы на молитве мужи воздевали руки, поднимали, без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2, 8. Историки церковно утверждают, согласно записанному церковному преданию, что одни апостольских христиане совершали крестное знамение правой рукой. Правило Василия Великого 91. И в житиях везде говорится, что женщины молились, поднимая руки. Но молились крестообразно распростерши руки и лежа на земле. Первые христиане слагали отдельно четыре перста и, простертым одним перстом, творили крестное знамение, запечатлевая свое тело и все вокруг себя. В римском пантеоне тогда насчитывалось около 500 идолов-богов. На это Иоанн Златоус насмехаясь замечает, что хотя по названию было много богов, а в действительности не было ни одного бога. И, поднимая один перст, христиане утверждали веру в единого Господа Бога Вседержителя, Творца неба и земли. Когда же возникла ересь Ария, постигнувшего на учение Святой Троицы, крестное знамение совершать стали тремя перстами, как нынче молятся в большинстве православных христианах «Смотри, житие и милетие». С возникновением ереси монофизитов и монофилитов, утверждавших, что во Христе только одна природа божеская или человеческая, и одна воля, православное сознание утвердило учение о двух естествах и двух волях. Победа в духе отразилась и на форме сложения перстов при крестном знамении. Стали касаться членов тела, лба, чрева, правого и левого плеча двумя перстами, простертыми вперед указательного и среднего, пригнутого до уровня указательного, означающего божество и землю, два естества во Христе. При крещении Руси было принято двоеперстия, в то время бывшая на большей части Греции. В дальнейшем из двух бывших в XVII веке форм сложения перстов в большинстве оказалась слагающая двоеперстия, что и принял в реформе патриарх Ника на Руси в XVII веке, безрассудно придав клятве проклятию святое двоеперстие. Правда, позже, в 1971 году, клятвы на старые обряды были сняты патриархией московской, а у зарубежных попозже, признав, что оба обряда равноспасительные, а клятвы признать якобы небывшие. Крестное знамение должно совершаться истово, чтобы тело чувствовало твердое прикосновение сложения перстов. Крест начертывать четко, прямо, ибо небрежному маханию руки бесы радуются, говорит Ян Златоуст. Интересно, что на форму сложения перстов не указывает ни одно каноническое правило, ни один святой отец во времена соборов. Почему? Поклон совершать глубокий. Если поклон поясной, то наклон тела должен быть такой, что если опустить руку, то она могла бы коснуться пола, не пригибая колени. А земной поклон, когда руки, колени и голова касаются земли. И, говоря о внешней форме молитвы, необходимо помнить, что наиглавнейшее – это молиться духом. Всякая молитва и прошение, молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Эфесянам 6.18. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полная фимиама, которая – суть молитвы святых. Откровение 5.8. Если о чем добром начал молиться, молись непрестанно. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4.7. Со слезами. Он в одни плоти своей с сильным воплем и слезами принес молитвы и моления, могущему спаси его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Евреям 5.7. И если уже на молитве вспомним, что на кого-то имеем, что-то следует простить, тогда, итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там твой дар перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Матфея 5.23. Но если женщина имеет, об этом речи нет. Интересно, когда муж ревнует, числа прямо показывают, что делать. Он заподозревает жену, что она с кем-то была, с чужим мужем. А для женской ревности нет ни одной строчки. То есть она лишена этого права. Иначе тут развод на разводе был бы, и мужчина был бы в вынижении. Так это несправедливо. На подобные вопросы Василий Великий говорит, знаю, но по-другому нельзя. Женский полно прикрывает голову платком, покрывалом. Хочу же также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Первое к Коринфянам, 11 глава, с 3 по 10 стих. А голова мужа должна быть открыта. И вот где бы ни посмотрел на фотографиях, везде девочки, женщины, все с открытыми головами, даже зимой. Мы должны внутренне понимать и скорбеть об этом. Это означает, что ни одна не молится. А если молится, молитва не будет принята. Это знают мусульмане, но не знают христиане. Совершенно не знают. Куда ни посмотри. Даже в старое время смотришь, царица сидит. Что-то на голове непонятное, но головы не прокрыты. Ни у девочек, ничего. Правда, когда они в лазарете, там покрыты были. Итак, вот это небольшое после молитвы пояснение о молитве. Я сейчас отключаю и сразу, Володя, готовься включить.